Внимание! В некоторых сценах может демонстрироваться курение табака и употребление алкоголя содержащих продуктов. Курить не круто, ну а пить не нужно. Нужно оставаться человеком. Ну что могу сказать? С важным видом. Задрав голову к потолку, говорил бандит, вертя в руках артефакт. Работа выполнена и выполнена в короткий срок, что меня, конечно, не может не радовать. Если так же понапрягаешься с годик, то, может быть, раскидаешься с нами. А немного ли ты хочешь? Вырвалось у меня. По ляму за душу, улыбнулся бандит. Считай, Чебарис уже скостил. Итого еще... Так, три ляма девятьсот девяносто штук. Не маловато ли ты платишь за арт? И заголовые за него двадцатку дают. Если ты все расценки резать будешь, я на тебя горбается долго буду. Ты жало-то запели, окрысился бандит, и не забывай, с кем разговор ведешь. Я вычитываю из тебя за питание и содержание твоей семейки. Они не в пенсионерском лагере. Тут все платно. Да и старший пацан у тебя буйным оказался. Он на одного из моих накинулся, когда он хавку принес, да ему ухо отгрыз. За что и получил по соплям. Уже более спокойной с улыбкой, продолжил бандит. Ха, ну ты не переживай, он уже понес наказание и отправился на корм собакам. Я никому не позволю портить мой товар. Я хочу их увидеть. А то, может, ты мне тут пуху накидываешь за моих, а я в эту вату хаваю. Не дохера ли хочешь? Может, мне вам еще и столик накрыть, а? Бандит скачал со своего места и перешел на крик. Ты часом не попутал? Орать на сявок своих будешь. Если я не увижу свою семью, то смогу сделать вывод, что их уже нет в живых. А это значит, что ты мне пуху накидал. За язык мне предъявить хочешь? Еще больше разорался потомок кочевого народа. Я не договорил. Спокойно продолжил я. Так что, если ты мне просто накидываешь, то терять мне особо нечего. А нас в помещении только двое, и несмотря на то, что твои сявки у меня забрали все оружие, перед тем, как я вошел к тебе... Горло. Я тебя зубами перегрязу. Знаешь, ты эту сцену себе не набивай. Чай от не телка. Навидание. Ченкис быстро сменил гнев на милость и расположился в своем кресле. Но могу сказать, что яйца у тебя имеются. Ха! Ты первый, кто со мной так разговаривает. Это о многом говорит. У тебя будет минут пять. И Ченкис, взяв рацию со стола, отдал приказ привезти мою семью. Минуты ожидания потянулись очень долго. Словно это не бесстротечное время, а какой-то мед. Папа! Хором воскликнули дети и бросились ко мне на шею. Радость встречи переполняла меня, и из моих глаз потекли слезы. Дети выглядели вполне здоровыми и упитанными. Только Роська имел ссадину на губе. С вами все хорошо? Спросил я у супруги после того, как выпустил ее из своих обятий. Та утвердительно кивнула, и два бандита, легонько взяв его за локоть, попросили последовать с ними. «Забери нас!» Обернувшись у порога, крикнула жена. «Я заберу! Непременно заберу!» Крикнул я вслед. Я и не думал, что у сталкера, на котором столько крови, могут быть эмоции. Вернул меня на землю бандит. «Ладно, я выполнил твою просьбу, а теперь ступай за заказом. Координаты на твоем КПК. На всю движуху пять дней. Не опаздывай!» Чингиз вновь воспользовался рацией, и бандиты выводили теперь меня. «И что мы имеем?» Задался я резонным, когда уже находился на крыше заправочной станции. «Мои живы и здоровы. Это не может не радовать. Держат их здесь, на цехах. Это тоже мне на руку. Осталось только более точно узнать, где именно, точнее, в каком помещении, где конкретно это помещение находится, дабы во время боевых действий не задеть их. «Слышь, мутный, с тебя ищу транспортировку», гласило сообщение, пришедшее мне на КПК от бандита. «Я их решил перевести, дабы тебе в голову всякая херня не лезла». «Сука, он словно предугадывает мои ходы. А может, у него есть артефакт, позволяющий читать мысли?» Также в сообщении были еще одни координаты артефакта, который должен был покрыть затраты на перевозку. Конечно же, по мнению бандита. «Но делать нечего. Срок доставки он мне не увеличил. А значит, пора выдвигаться на территорию радара, или, как здесь говорят, выжигателя мозгов. Там у погибшей группы ученых в контейнере находится научный артефакт. Потом мне нужно попасть на территорию генераторов и там найти второй артефакт. Сначала лучше метнуться в гости к боцману и попросить замолвить словечко перед парнями на радаре. Выжигатель – их территория. А то пристрелят, как неверного, и доказывай потом, что тебя ведет монолит. «Ну что, боцман, встречай гостя?» Пронеслось у меня в голове, и яркая вспышка поглотила меня. Жмых покинул бар в плохом настроении. Поиски не приносили результатов. Все, что он смог узнать, так это то, что ему нужно двигать на затон. Но затон не маленький. Где там искать этого засранца? Можно переговорить с бородачом, негласным лидером вольных. Но если бармен не имеет информации, то бородача подавно. Максим, что он поведает, это то, что мутный там появляется несколько раз. Доктор тоже молчал, словно не получал сообщения с расспросами от старого сталкера. Жмых решил двигаться на север зоны через болото, дабы лично переговорить со старым другом. Идти предстояло два дня. Поправив лямки рюкзака в очередной раз и горестно хмыкнув, Жмых ушел с территории долга. До болот сталкер добрался без приключений. Мутанты хоть и встречались, но он не обращал на них никакого внимания. Жмых поедал себя мрачными мыслями, как говорится, живьем. Семью, о которой он так давно мечтал и обрел с легкой руки моего ученика, да что там ученика, мутный стал ему как сын, которого у сталкера не было. И он не мог в полной мере ощутить, что значит быть отцом. И вот под старость лет у него появилось все то, о чем может мечтать человек. Но он не смог это сохранить и защитить. И разом потерял все, и сына, и дочь, и трех прекрасных внуков. Потерю внуков сталкер переживал болезней всего. Так, терзаясь угрызениями совести, Жмых пропустил две аномалии, которые спрятались в кустах. Правой ногой сталкер наступил в жадинку и плотно прилип к ней, а левая нога угодила в заграждающийся трамплин, который пусть не сильно, но подбросил ногу сталкера. Продемонстрировав в зоне вертикальный шпагат, которому позавидовали бы все гимнасты, получив переломы глиностопного и тазового сустава, сталкер упал на спину и потерял сознание. Когда Жмых открыл глаза, то не сразу понял, где находится. Он лежал на кровати в нижнем белье. Правая нога была полностью загипсована и подвешена к непонятной конструкции над кроватью. В помещении сильно пахло лекарствами. Очнулся. В комнату вошел болотный доктор и, присяв на табурет рядом с кроватью, принялся за осмотр больного. «Кок я у тебя оказался?» «Тебя нашел один сталкер. Его Америкой кличут. И приволок ко мне. Он в гостиной отдыхает. Если хочет, то могу позвать. Могу сказать одно. Хорошо, что он тебя нашел, в противном случае ночь бы ты не протянул. Что помнишь?» Доктор закончил осмотр тела сталкера и приступил к каким-то записям. «В аномалию попало!» Горис нахмыкнул старый сталкеру. «Представляешь, не заметил этих...» «Паскуд на пути и вляпался. У меня вот пах болит. Ну, это нормально. Там у тебя банальное растяжение связок, а вот суставы пострадали хорошо. Да ими низк ты порвал. Но это не так страшно. Артефакты в нашем случае творят чудеса. Недельку вот так полежишь и будешь бегать пуще прежнего». Ботсман встретил меня как старого друга и, выслушав мою просьбу, утвердительно кивнул и, написав сообщение, отправил его своим братьям с радара. «Я же был накормлен и отправлен в душ, а мои вещи отправились в стирку и чистку. В душе я провел около часа. Меня очень порадовало наличие даже не теплой, а горячей воды. Первые полчаса я просто стоял под струями воды, распаривая свое грязное тело. И после того, как подушечки моих пальцев сморщились, я приступил к намыливанию моего многострадального тела. Ботсман показал мне, где я буду сегодня ночевать и, попрощавшись до утра, ушел вглубь бетонных катакомб. Утром меня разбудил знакомый лекарь и после осмотра отправил в столовую, где меня очень сытно накормили горячей кашей с мясом. Потом Ботсман вручил мне исконный артефакт и, пожелав легкой дороги, отправил меня на радар. Отойдя метров на 200 от гостеприимных фанатиков, я мысленно попытался представить радар, исходя из описания в КПК и рассказов сталкеров, шагнул в яркую вспышку. Конец шестнадцатой главы Радар встретил меня всей своей мрачностью и унынием. Тяжелое, свинцовое небо словно давило на меня своей массой, прижимая к земле. Если в других местах тучи имели очертания и периодически уступали солнцу, то здесь тучи были словно сплошной лист железа. Да и весь пейзаж выглядел немного другим. В зоне в основном преобладали серые тона. Здесь все же было больше синеватым, а местами фиолетовым. Я даже снял шлем с головы в надежде, что эти стекла искажают действительность, но оказалось, что мой шлем здесь совершенно ни при чем. «Положи оружие, сталкер!» раздался за моей спиной металлический голос. Я аж вздрогнул от неожиданности и выронил свой автомат. «Теперь развернись. Медленно!» Голос подал новое указание. Задрав лапки кверху, я стал поворачиваться к источнику голоса. Как оказалось, помимо самого радара, меня встретили пять представителей клана, поклоняющихся камню, четверо из которых держали меня на прицеле. «Ты кто такой? И что забыл на нашей земле?» металлическим голосом спросил фанатик, не державший меня на мушке. «Гостям мы не рады, и здесь не место для прогулок». «А меня мутным кличут?» Растерянно протянул я в ответ, искренне не понимая, почему они меня еще не пристрелили. «Мутным?» переспросил фанатик, снимая свой шлем. «Им оказалась девушка!» Взяв шлем под мышку, она мотнула головой, и белые волосы россыпью легли на плечи, а холодные синие глаза смотрели на меня, не отрываясь, словно изучая. «Боцман предупреждал о твоем появлении», – спустя минуту произнесла девушка. «Голос, не искаженный динамиком шлема, был более мелодичным, но жизни в нем я так и не почувствовал. Правда, мы ждали тебя немного позже. Как ты так быстро здесь появился? И что за свет был перед твоим появлением?» «Скажем так, я следую по пути, избранному для меня монолитом». Отойдя от легкого «шока», ответил я белокурой красавица. А девушка была действительно красивой, белокурые волосы чуть ниже плеч, огромные на пол лица небесно-синие глаза, тонкий носик, словно после ринопластики, тонкие губы и острый подбородок подчеркивали ее облик и без того похожего на снежную королеву, во всяком случае, так говорит Боцман. «Зачем ты здесь?» – задала красавица очередной вопрос. «А мне нужен определенный артефакт, что находится в этой местности. Мне показалось, что она не воспринимает мои ответы, пропуская их мимо ушей, или она так хитро собирает информацию. Пусть монолита светит сиянием своим деяния твои». И девушка, собрав свободной рукой свои волосы в пучок, второй надела шлем и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, покинула мое общество, грациозно покачивая бедрами. Стоит заметить, что бедра, да и все остальное, притягивало мужской взгляд и вызывали непреодолимое желание. Не будь я женат, я бы попытался наладить контакт с этим ледяным изваянием, но думается мне, что четыре снежных великана не подпусть однопушечный выстрел никого к своей королеве. Да измена супруги, пусть и со столь красивой девушкой, ниже моих личных моральных ценностей и за пределами моего понимания. «Я вот никогда не понимал этих измен. Нахрена тогда жениться и заводить семью, если ты в себе позиционируешь, как полигамный самец? Зачем идти налево, если ты выбрал человека, с которым хочешь провести остаток своих дней и воспитывать детей?» Как-то я поднимал этот вопрос в компании таких самцов, рассказывающих, каким хорошо с любовницами и как плохо дома с женой. На что мне ответили, я не понимаю этого кайфа иметь одну или несколько женщин на стороне, типа жена уже приелась, да и выглядит не очень, в халате и с растрепанными волосами. То ли дело любовница, всегда красиво и ухоженно, красиво одета и вкусно пахнет. На что я им говорил, а ты свою одень красиво, да пригласи в тот же ресторан, куда приглашаешь свою шкуру, и посмотри на свою жену, она вновь раскроется и отношения заиграют новыми красками. Но мне ответили, что я нихрена не понимаю, куда уж мне, человеку с криминальным прошлым, до них, хороших, их понимания жизни. Нужную мне группу трупов в оранжевых комбинезонах я нашел довольно-таки быстро, потратив всего лишь час на поиски. Группа лежала под каким-то бетонным сооружением, похожим на туннель, без каких-либо видимых повреждений. Так что оставалось загадкой, что послужило причиной смерти. Стоило мне только подобрать контейнер с артефактом, как в моей голове появился поиск, который нарастал с каждой секундой. Жмых уже три дня находился в гостях у доктора. Кости хоть и срослись за такое короткое время, но ходить уже было больно. Поэтому все его передвижения сводились к минимуму, а именно столовая и туалет. Как только кости у сталкера срослись, доктор запретил ему принимать пищу в кровати. Артефакты действительно творили чудеса, и теперь совершенно неудивительно, почему за них так много платят. Америка рассказал старому сталкеру, что нашел его бессознательного уже под вечер, но с первого раза поднять не получилось. Сталкер одержал аномалия. Сбросив в нее свой рюкзак и оружие, добавив рюкзак сталкера, залез сам и перегрузил жадинку, тем самым высвободив старого скитальца. А добраться до дома болотного доктора оставалось несложным занятием. На вопрос, что он тут делает, Америка честно ответил, что разыскивает сталкера по кличке Мутный, дескать, он спас жизнь Америки, и тот теперь в неоплатном долгу перед ним. И так как поступить в ряды мерков у него не получалось, то он счел своим долгом найти его, и, напросившись в напарнике или отмычке, там совершенно без разницы, отплатить сталкеру той же монетой. Ведь Мутный спас его из логова контролера, не побрезговав вытащить его почти бездыханное тело из горы трупов, часть из которых уже начала разлагаться. Жмых послушал сталкера и испытал смешанные чувства. С одной стороны, он был горд за своего ученика, что несмотря на всю кровь, что тянется за ним, он остался человеком. С другой стороны, ему было очень горько, что он потерял его семью, к которой он успел привязаться. Доктор особой информации не располагал. Да, Мутный был у него несколько раз в разных состояниях, но потом неизменно уходил в неизвестном направлении. А о том, где он сейчас, доктор не имеет ни малейшего представления. Все дороги вели сталкера в Рим. Точнее, на Затона. Контролер появился совершенно ниоткуда. Стало мутанту появиться в зоне видимости, как писк стал просто невыносимым и начал мутнять в глазах. А голова начала кружиться. Но после первого ментального удара у меня на секунду потух свет и перестали слушаться конечности. Но когда свет включился, я перестал слышать писк. Уши словно заложило ватой. Голова прояснилась, а тело отзывалось на любое движение. Без каких-либо помех. Скинув автомат, я выпустил в голову мутанта почти весь рожок. Голова лопнула, как арбуз, упавший на бетонный пол. В глазах мертвого мутанта читалось недоумение. До самой последней минуты он не мог понять, как у него не получилось взять меня под контроль и сделать своей марионеткой. Да и мои глаза выглядели, наверное, подобным образом. Потому что я тоже не мог понять, как сильнейший мутант ЧЗО не смог справиться со мной. Ведь про них говорят, что они способны подчинить своей воле порядка сорока разных особей. От банальных тушканов до людей кровососов. Со смертью мутанты вернулись восприятия окружающего мира. Во всяком случае, я стал его слышать. Оставив труб мутанта, я вернулся к группе мертвых ученых и приступил к обыску содержимого. Но стоило мне оторваться от проверки содержимого рюкзаков и подсумков ученых, выпрямиться в полный рост и поднять голову, как ЗОНА преподнесла мне очередной сюрприз, от которого я знатно охренел. В метрах в пятидесяти от меня был еще один мутант, активно махавший конечностями. Стоило нашим взглядом пересечься, как мои уши, словно вновь забелеватой. И спало это наваждение, как только пало это исчадье лабораторных экспериментов. До срока назначенного бандитом оставалось еще много времени, а мне нужно было подумать о произошедшем, да и пообщаться со знающими не помешало бы. А кто в Зоне может иметь хоть какое-то представление о природе произошедшего со мной явления? Лидеры кланов? Навряд ли. Торговцы такие, как Бармен или Сидор? Не исключено, но маловероятно, не могли только слышать о таком. Возможно, что охотники сталкивались с таким, да только кто расскажет незнакомому сталкеру о данном секрете. Этот вариант тоже отпадает. Эти даже за артефакт хрен что расскажут. Они зарабатывают охотой, арты им по барабану. Ученые? А вот эти могут поделиться со мной информацией в обмен на артефакт. Главное, чтобы как подопытного они стали использовать. Стоило мне только подумать о лагере ученых, как меня поглотила яркая вспышка. Конец 17 главы. Мой личный проводник выплюнул меня из вспышки в пространство в паре сотнях метров от бункера ученых, возле какой-то лужи, обильно заросшей камышом. В камышах лежали три трупа зомбированных. А это значит, что не так давно кто-то здесь проходил. Интересно, а как он узнает, что в той точке, куда он меня переносит, безопасно? Интересно, а как он узнает, что в той точке, куда он меня переносит, безопасно, и я не стану обедом для мутантов? Может, чувствуют, что его носителю ничего не угрожает? Отряд должников, охранявший бункер от посягательства извне, пропустил меня без каких-либо заморочек, лишь проверив меня по своей базе данных. Дверь бункера открылась автоматически, стоило мне только к ней подойти. Дождавшись герметизации шлюза и обработки моего комбеза каким-то паром и запрыскивателей в боковых стенах, только после этого вторая дверь шлюза открылась автоматически. В бункере было очень светло, повсюду горели светодиодные лампы и сновали туда-сюда люди в белых халатах. В общем, бункер ученых жил своей жизнью. Пока я озирался по сторонам, размышляя, к кому мне стоит обратиться, ко мне подошел мужчина лет шестидесяти на вид, но с нетронутыми, сединой, рыжими волосами. «Могу я вам чем-то помочь, молодой человек?» – спросил рыжий дедушка. «Ах, простите, я совсем забыл про манера. Я профессор Игнатьевич. Марк Родионович. А вас как вылечать?» «Ау, мутным!» – кричит. «Приятно познакомиться, мутный!» – улыбнулся старикашка и протянул мне свою руку. Я ответил на рукопожатие, и нужно заметить, что несмотря на возраст профессора, рукопожатие у него было крепким. «Так что же привело вас в обитель науки?» «Мам, со мной произошел довольно странный случай. Я хотел бы узнать, известны ли вам данные прецеденты?» «Секунду, молодой человек!» Профессор прервал меня. «Как вы смотрите на то, чтобы продолжить разговор в моем кабинете? Не разговаривать же в коридоре в самом деле!» И не дожидаясь моего ответа, профессор развернулся на 180 градусов и направился вглубь бункера. Пожав плечами, я последовал за профессором. Размеры бункера поражали, хотя снаружи он и выглядел не очень большим, но внутри он был обширен. Когда мы шли по коридору к кабинету профессора, я успел насчитать три лаборатории и один учебный класс. Также был еще лифт, что говорило о том, что есть минус этажи. Прогулка по бункеру была недолгой, коридор заканчивался дверью в кабинет профессора. Отперев дверь ключ картой, профессор посторонился, пропуская меня внутрь. После чего вошел сам и запер дверь. «Ну, молодой человек, чего изволите, чай, кофе или что покрепче?» Профессор подошел к небольшому стеклянному шкафчику. «Из алкоголя могу предложить вам виски. Ну, коньяк и ром тоже есть, бренди, ну и водку напоследок. Чего желаете?» «Да мне разве что только кофе, если можно, то с молоком». Робко протянул я, присаживаясь на диван, стоящий в углу комнаты. Сев за свой стол, профессор нажал на кнопку селектора, заказал ответившей девушке два кофе с молоком. Комната не была большой. Помимо стола с разными стопками бумаг, дивана, на которой я уселся, и мини-бара с алкоголем, стоял еще книжный шкаф, доверху набитый разного рода литературой и стеклянный шкаф для артефактов. Такое я видел у доктора, только артефактов у профессора было не так уж много. «О подобном случае мне еще не приходилось слышать за всю мою карьеру в ЧЗО», подвел итог моего рассказа профессор. «Но могу сказать с полной уверенностью, что воздействие аномальных образований или, как вы их там называете, артефактов, здесь совершенно ни при чем. Да, я не спорю, что есть образцы, которые способствуют уменьшению и все излучению на организм, но чтобы настолько, что контролер был бы совершенно безобиден, словно июньский ветерок, тут извольте». Но должно же быть хоть какое-то научное объяснение произошедшего. В произошедшем я стал подозревать своего опроведника, что это он оберегает, своего носителя. Недаром же доктор говорил, что он питается моей жизненной энергией. «Значит, он и охраняет меня от возможной гибели. К этому же фактору можно приписать и то, что куда бы я ни переместился, там нет мутантов. Не думайте же вы, что мой организм самостоятельно способен противостоять атаке контролера». «Но я не исключаю такой вариант», профессор хитро прищурился. «Но для окончательного заключения мне нужно провести некоторая так называемая манипуляция с вашим организмом. Но это займет определенный отрезок времени. Вы согласны?» «К сожалению, профессор, я не располагаю достаточным объемом свободного времени. Возможно ли это сделать, скажем, поэтапно?» «Поэтапно?» переспросил профессор, и его ехидный прищур сменился удивленным взглядом. «Ну, такой вариант, конечно, возможен, но результат может быть неточным, и его получение займет слишком много времени. Но если вы согласитесь провести у нас недельку-другую, то результат будет точнее и быстрее». В последних словах профессора услышались нотки уговора. «Появившись на своей крыше, я стал переодеваться в ждавший меня ширпотреп для встречи с завоевателем. Пока натягивал штаны, мой желудок издал впечатлительную тираду по поводу того, что он пуст. Оставив трапезу на позднее время в надежде на то, что бандосы меня хоть и не покормят горячим, но смогут поделиться банкой другой тушенки. Пока шел, я не переставал размышлять на тем, есть ли смысл в том, что я дал свою кровь на анализ. Ну ладно, пусть даже и конкретного ответа я не получу, то хотя бы смогу узнать, есть ли какие-либо проблемы с организмом. Чингис встретил меня словно родного, забрав артефакт и провел сеанс видеосвязи с моей семьей, дабы я убедился, что с ними все в порядке и, накормив, отправил за новыми артефактами. Проведя неделю на больничных харчах у доктора и получив негласную выписку, жмых отправился на затон. Эта территория оставалась единственным известным местом, где нужно было искать мутного. С другой стороны, мутный далеко не дурак, и раз он пропал с радаров, значит у него нато была веская причина, размышлял старый сталкер. Если бы ему потребовалась его помощь, то он бы смог его найти, но о том, что жмых в зоне, мутный мог и не знать, а раз он не знает этого, то как он попросит помощи? А может он и не знает, что не хочет обращаться к старому за помощью, возможно считать его бесполезным человеком, раз не уберег семью мутного. За то время, что жмых провел у доктора, печальные мысли потери отпустили его, но стоило ему покинуть данную обитель, как мрачные мысли накинулись на него с новой силой. Его еще гложила мысль о том, что с ним идет на поиски мутного непонятный тип, вроде в его помыслах нет ничего коварного, но этот щегол не вызывал у сталкера ни грамма доверия. Если бы Америка не притащил его помирающее тело к доктору, то хрен бы он его с собой взял. Атаки вроде как должен и цели совпадают, но вот по поводу истинной мотивации несостоявшегося наемника жмых мог только догадываться. Может, мутный перебежал кому дорога из людей в синим, и этому хрену поручили его устранение? Ха, а если и так, то они немного промахнулись с выбором киллера. Мелковат. Мутный его порвет как тузик грелку и даже не вспотеет. Нет, тут что-то иное. Вот только что... Нужно потаскать его по зоне, там глядишь и выложат невзначай, что хочет от мутного. Пришел к рациональному решению сталкер. А может, и помрет в неведомой аномалии. Хм, это мутному хорошо, но он их даже ночью увидит. А вот у старого сталкера с возвращением начались небольшие проблемы со зрением. Он стал хуже видеть в сумерках. Болоты миновали без происшествий. Америка, несмотря на всю свою нелепость, грамотно провешивал путь среди аномалий. Правда, у незримой границы болот старого сталкера и молодого оболтуса ждал небольшой сюрприз. Получив новые координаты, я отправился в дорогу. В этот раз мой путь лежал в Лиманский заповедник, или как его еще называют Рыжий Лес. Мне нужно добраться до аномалии под названием Симбионт. Что за аномалия, такая хрен ее знает, но в КПК написано, что состоит она из жарк и пси-воля. Есть еще карусель и воронка. Располагается эта хрень возле чертовой стоянки. И на все мне выделили неделю, но Чингис сделал небольшую оговорку, так как Рыжий Лес весьма опасная территория, на которой я могу пострадать. И вот если пострадаю, то срок увеличивается еще на неделю, но все зависит от полученных травм. Прикинув путь в КПК, я тихо присвистнул, идти было далековато, да и мой личный проводник не собирался меня туда переносить, как бы я не старался представить этот заповедник. Очевидно, придется топать, а топать лучше всего со складов по небольшой тряпинке и прямиком к темному яру, а там и до аномалии рукой подать. Стоило мне подумать о территории свободных, как яркая вспышка поглотила меня. Глава девятнадцатая Проводник перенес меня к упавшему много лет назад военному вертолету. Как только мои ноги коснулись твердой поверхности, а вспышка пропала, все вокруг стало синим. На стекла я уже не грешил, я попал в псиполе, об этом говорила и накатившая на мои уши тишина. Решив не дергать судьбу за яйца и не проверять долговременность данного действия, я быстренько покинул эту область по пути, чуть не влетев в аномалию. Хм, это значит, что в псиполе я не вижу аномалий. Оно на меня все-таки имеет воздействие, нужно быть осторожнее. Отойдя от кровавого места, где я чуть не расстался с жизнью, на сотни метров я обернулся. Аномалия была различима, но не так четко. Если напрягать глаза, то не пропустишь. Границы аномалии искажались в пульсирующем воздухе, словно смотришь через тепловой столб, поднимающийся от горячего костра. Нужно быть повнимательней. До темного яра добрался уже далеко за полночь и почти без приключений. Пока двигался по этой тропке между деревьев, начало темнеть. Свет и так не особо сильно проникает в эти леса, уж про вечер вообще говорить не стоит. Пока я продвигался по темному пролеску, слева от меня послышались непонятные гортанные звуки в перемешку с тяжелым дыханием. Как только я услышал все это великолепие звуков, меня с тропы словно ветром сдуло. Аккуратно, стараясь не привлекать внимания, углубился в эту чащу метров на триста и присел в густом кустарнике у одного из деревьев. Звуки за мной не последовали. Выждав для верности около получаса и мысленно поблагодарив зону за то, что меня не сожрали, встав, оперся рукой на ствол, прислушиваясь к окружающей тишине. Простояв еще минут десять и не услышав ничего, кроме ветра, я решил двигаться дальше. И было уже сделал шаг, отпустив дерево, как справа от меня что-то заревело, и я сам не понял, как вскарабкался на это дерево. И только сидя на ветке, я понял, почему так легко забрался. В стволе дерева были сделаны небольшие углубления, чтобы рукам было проще хвататься. Под деревом что-то упало, похрюкало, затем, ломая ветки и молодой под лесок убежал на север. Просидев на дереве еще час в обнимку с автоматом, чтобы эта хрень свалила как можно дальше, отметив это деревце в своем КПК, на будущее мысленно взмолившись, хозяевам и монолитус стал спускаться. Больше ничего не хрюкало, не рычало и тяжело не дышало, значит, мои молитвы были услышаны, но, как говорится, на зону надейся, а сам не плашай, поэтому, вцепившись в автомат мертвой хваткой, случайно включив на шлеме функцию ночного видения, двинулся в заповедник. Попутно ругая себя, что не забрался со всеми девайсами и костюмами фанатиками. Если бы разобрался раньше, то не шарахался бы от каждого шороха как мудак. Небо сегодняшней ночью выдалось на удивление чистым. Огромная луна занимала половину небосвода и щедро заваливала своим холодным светом все вокруг. Ночное видение больше не требовалось. Присев на поваленное бревно, на этой стоянке сталкеров, отключив девайс, я снял шлем, дабы полными легкими вдохнуть прохладный ночной воздух. Сделав пару глубоких вдохов, я полез в рюкзак за тушенкой. Все эти приключения на дереве разыграли во мне аппетит. Костер разводить не решился. Хрен его знать, что там прячется в темноте заповедника и кто примчится на свет как мотылек. Не успел я открыть банку, как автоматная очередь разнеслась по округе, я почувствовал резкую боль и жжение в правом боку. Последняя мысль, промчавшаяся в моей голове, была о том, что я зря отключил ночное видение. На темном яре сидели два бандита, негромко перебрасывающиеся между собой однообразными фразами о трудности бытья без женщины, о готовности приголубить любую. И как тяжело работать на пахана, отдавая почти всю добычу ему, и о том, что нужно создавать свою бригаду и самостоятельно щемить лохов. Сидели они в тени дерева, и свет луны не падал на них, и это позволило им вовремя срисовать залетного фраера с нехилой волыной. Прикинув его в маршрут, бандосы выкупили, что фраер тормознется на этой стоянке, и по-рыхлому скрутились во тьму деревьев. «Его! Валить нужно, а потом уж шмонать!» Шепотом говорил один из бандитов своему товарищу. «Я тебе говорю, у него по-любому есть жирные арты. Ты только глянь на этого, на его снарягу. Там нехилых филок стоит. Может, не мокрушники какие-то?» Отвечал второй. «Гопнем фраера и дело с концом. Зачастую за таким шматьем чушканы прячутся. Шмотки напярил, чтобы его боялись, а сам журчит от каждого шороха. Ты не прав. Это тебе не вафел какой. Только сейчас собравшийся на мокрое дело бандит смог точно определить, кому принадлежит комбез этой расцветки. Он не щеманется от простого, слышь. Разуй лупаны, фанатика это. А они, как говорят, самые отбитые в зоне. Приболтал, сказал второй и скинув свой автомат выдал длинную очередь по сталкеру до оставшему из своего рюкзака консерву. Автоматная очередь прогремела, словно гром среди ясного неба. Свинцовые наконечники, пробив пластины с пятого раза, вонзились в тело сталкера, и тот, выронив свой, запоздалый ужин, свалился ничком. Обрадовавшись о легкой добыче бандуса, словно стервятники, кинулись к трупу. «Да тут нету ни хера!» Подвел горестный итог стрелявший. «Ни артов, ни хера!» «Хавку заберем, да ствол сольем первому барыге, вот и будут филки», утешил товарища бандит. «Ты только глянь, какого у него!» «Ха! Не меньше десяти кусков подымем!» «Можно еще и комбез стянуть и двинуть вместе со стволом!» «Дурак!» Стрелявший угостил товарища подзатыльником. «Забрать комбез, это все равно, что подписаться под эту мокруху!» «Полюбавсу, если фанатики за него впишутся, то тот барыга, которому ты сольешь ствол и комбез тебя и заложит!» «Поэтому хватай хавку и валим нахрен!» Жмых был крайне удивлен, когда у незримой границы болот его встретил Щивель. «Чего так долго?» Щивель протянул руку старому сталкеру, высказывая претензию, проводник выглядел немного озадаченным и взволнованным. «Я вас раньше ждал, стемнело давно, а тут идти-то...» «С быстрым передвижением есть небольшие проблемы?» развел руками старый сталкер. «Я после травм, хоть и оправился, но быстро теперь не хожу. Что стряслось-то, на тебе лица нет?» «У мутного проблемы образовались», озвучил проводник самые страшные опасения дедушки. «Я выяснил, кто стоит за его похищением». «У всей троицы завибрировали КПК. Сердце деда защемило, в глазах потемнело, и он присел на корточке, не успев достать свой на ладонник. Щивель быстро бросился к старику, на Америку, успел подхватить его, блокируя падение». Проводник достал КПК, на дисплее девайса значилась всего одна надпись из общего канала. «Погиб сталкер мутный». «Рыжий лес, пулевое ранение». «Твою-то...» вырвалось у проводника, и он присел рядом с дедушкой, протягивая ему свой КПК. Прочитав системное сообщение, жмых подавился на вздохе. С трудом проглотив воздух, встал и шатаясь, пошел к ближайшей аномалии, постоянно повторяя, словно мантру. «Не уберег, не углядел, не углядел, не уберег». Щевель в последнюю минуту, выйдя из ступора от полученного сообщения, успел взбить его с ног в паре метрах от воронки. Жмых стал сопротивляться и отпихивать проводника, стараясь хотя бы рукой зацепиться за край аномалии. «Помогай, не стой столбом!» крикнул Щевель, стоявшему в стороне Америки. Крик подействовал на него магическим образом, избросив оцепление, отмычка схватив за ноги дедушку, подащив его в противоположную сторону от аномалии. Несмотря на годы, справиться с дедушкой у них получилось не сразу. Тот в порывах встречи со смертью нанес проводнику хороший удар, тем самым сломав ему нос. Лишь после ответного удара жмых пришел в себя и ослабил хватку. Щевель и Америка словно этого и ждали. Щевель, вскочив на ноги, схватил сталкера за руки и вместе с Америкой, державшим с жмыха за ноги, унесли его на безопасное расстояние. Находившийся на стоянке возле сторожки лесника отряд вольных, во главе со сталкером, который никогда не улыбался и имел загар кирпичного цвета, услышав стрельбу, схватился за оружие и занял позиции на всякий случай нападения. Спустя пару минут у каждого вольного завибрировал КПК. Достав свой девайс и прочитав системное сообщение, предводитель отряда спал лицом и по щеке сурового сталкера потекла слеза. «Значит так!» громким голосом привлек внимание к себе обладатель темного загара своих подчиненных. «Двое здесь, остальные за мной и в темпе!» Хмурый сорвался с места первым. «Что там?» спросил у своего лидера Баркас, кое-как его догнав. «Тамутный!» крикнул Хмурый и прибавил темп. Услышав имя, Баркаса словно ударило молнией, обогнав, Хмурого помчался вперед, не разбирая дороги. Конец девятнадцатой главы Баркас так сильно торопился на выручку Сталкера, которому обязан как минимум свободой, а если брать по максимуму, то жизнью, что не сразу заметил Электру, что притаилась за пригорком. Баркас заметил аномалию в самый последний момент, и то только тогда, когда она потянула к Сталкеру одну из своих смертоносных щупалец. Сталкер со всего ходу кинулся влево в надежде уйти от опасности, но проворная аномалия все же зацепила его. Щупальца дотянулись до ноги Сталкера и ужалили, в пятку сковав мышцы и расплавив сапог. К тому же Баркас больно ударился левым плечом в момент приземления. Хмурый, быстро отчитав техника за несоблюдение элементарных основ безопасности в зоне и оставив одного бойца в помощь, побежал дальше к тому месту, где убили мутного. Собрав небогатый хабар, бандиты успешно покинули место убийства. Они опасались того, что звуки выстрела в ночной тишине могут привлечь нежелательных гостей, да и к тому же никто не гарантировал того, что этот фанатик здесь один. «Как пойдем?» спросил стрелявший, когда бандиты углубились в лес. «В ту сторону, с которой он нарисовался по-любому болты, да и к мосту соваться тоже вилы. Там и вольных до Таловой, фанатики там тоже шкур труд. Если туда попремся, то лучше нам маслину выхватить, чем попасть в лапки сектантов. Эти сожрать нас могут». «Че, прям захавают?» опишил стрелявший. «Базар, да, за них такой ходит», пожал плечами его товарищ. «Ща через лихую тропу и там зашарашимся. День перекантуемся, завтра скрутимся беспалево». «Добро», кивнул автоматчик. Сталкера окрестили лихой тропой небольшой туннель из-за скопления снорков, которые периодически там обитали. Что их туда манит, не знал никто, но факт оставался фактом. Они регулярно приходили в этот туннель. Вот и сейчас незадачливые убийцы встретились с пятью порождения Мизона. «Твою мать, откуда они? Еще днем их здесь не было!» Успел выкрикнуть товарищ стрелявшего, перед тем, как его сбил с ног один из мутантов. Самого же стрелявшего уже разрывали на части. Щевель ввел двух сталкеров только ему с знакомой тропой. Проводник, как положено, шел первым, очень редко прибегая к помощи болтов, дабы определить границы аномалии. Америка замыкал его шествие, жмых же шел посередине для спокойствия идущих с ним был обвязан веревкой в поясе, один из концов которых был примотан к проводнику, другой к отмычке. Жмых шел, сутулившись и совершенно не обращая никакого внимания на окружение. Америка же шарахался от каждого шороха в кустах, а вот щевель казалось совершенно не обращал никакого внимания на эти шорохи и бодрой походкой шагал вперед. На первом же привале жмых выводил из своего рюкзака бутылку водки, припасенную на крайний случай, теперь же по его мнению был тот самый случай, припав горлышку старый сталкер одним заходом выпил все содержимое и не притронувшись к закуске закурил свою трубку. Жмых выпускал облака сизого дыма в небо и с каждой секунды его развозило все больше и больше, пока окончательно не вырубило. «И что с ним нам теперь делать?» обратился к проводнику отмычка. «На себе потащим, что ли?» Америка выглядел слегка разочарованным, потому что он тоже надеялся пригубить алкоголь, но, как говорится, не срослось. И немного взволнованным он прекрасно помнил, сколько весит сталкер и отчетливо понимал, что проводник на той проводник, чтобы ввести, а не таскать. «И ты не переживай!» успокоил отмычку щавель, протягивая бутерброд из галет и куска тушеного мяса. «Поспит пару часов едвением, не стоит его осуждать, он, считай, сына потерял». «Как это? Мутный ему сыном приходился?» «Нет, Мутный был его учеником, которого Жмых сам и выбрал. Просто за все то время, что Мутный был в зоне, они очень сдружились, да и говорят, что Жмых в молодости был таким же, как Мутный. Рассказывают, что как-то на привале после очередной из вылазок они поговорили по душам, и Мутный ему предложил стать незваным Хмурый нашел Мутного лежащим на земле лицом вниз в огромной луже крови. Представшая перед глазами Хмурого картина не оставляла никаких надежд, но, поминуясь неведомой силе, он все же прощупал артерию на шее убитого. Продержав пальцы на шее Мутного и почувствовав слабый толчок, Хмурый вначале не поверил и решил, что это его воображение играет с ним. Но после второго удара от радости сталкер даже выронил оружие, пульс у Мутного пробивался, но только очень редкий и слабый. Жизнь его покидала. Отбросив все сомнения, как автомат и рюкзак, Хмурый взвалил себе на плечи раненого. Радости Хмурого не было предела, словно он нашел очень ценный артефакт, а не умирающего бородягу. Хмурый радовался, что Мутный еще жив, хотя с первого взгляда так и не скажешь. Сталкер понимал, что кантовать Мутного себе дороже, и от этих манипуляций он может окончательно принять статус мертвеца, но лучше на плече у друга в надежде на спасение, чем лежа в луже собственной крови. Хмурый решил отнести раненого к лесняку, негласному хозяину этих мест. По его мнению, если кто и может помочь, то только местный старожил. Была еще вероятность, что у бойцов Монолита есть штатный лекарь, но и те к фанатикам он не хотел, кто знает, как они отреагируют. Рассредоточив бойцов вокруг себя, Хмурый двинул к леснику. «И для чего мне этот труп? Зачем ты приволок эту гадость в мой дом?» Лесник был ему не рад, что посреди ночи к нему вломился сталкер, да еще и труп приволок. «Да это не совсем труп, он тяжело ранен», принялся Хмурый уговаривать лесника взять мутного. «Я знаю этого сталкера, он много хороших дел сделал, кордон от бандитов избавил, многим сталкерам помог, некоторым даже жизнь спас, мутным его кличут». «Мутным?» переспросил старожил. «Слышал про такого, да только говорят, что он в крови по пояс. Зачем такому жизнь спасать, чтобы еще кровь текла по зоне? Но это уже преувеличение», заступился за друга Хмурый. «Да, я не отрицаю, что на нем есть кровь, но это кровь либо конченных отморозков, которые убивали из-за сигареты, либо сами вынудили его применить оружие». «Ну хорошо, говорил, помогу я вашему мутному», сменил лесник гневно милость. «Но не просто так, тебе нужно будет прогуляться не так далеко и принести мне определенные травы». Весь о смерти мутного Чингис прочитал уже утром за завтраком, известие его очень взбесило. Расшвыряв тарелки с едой, Чингис выбежал на улицу и выхватив обрез у одного из подчиненных разрядил его тому в голову, затем бросил оружие на грудь трупа, вернулся в свой домик и задумавшись закурил. Чингис был в раздумии, что ему теперь делать семьей убитого? Выводить обратно за периметр это слишком затратно. Выгнать в зону на сиденье мутантом, а если мутный все-таки жив, то он здесь камня на камне не оставит. Оставить себе его жену как наложницу, тогда что делать с его детьми? Воспитать и потом гонять в зону за артами? Это тоже требует определенных затрат. Ладно, сказал вслух главарь бандита вставая со стула. Подождем пару дней, а потом если что, велю вернуть их сюда с караваном. Подвел итог своим Чингис и выйдя на улицу позвал тесто. Далеко от места трагедии на генераторах в одном из помещений подземного бункера, который Боцман использовал как свой кабинет, перед адептом стояли два бойца группировки Монолит и внимательно слушали указания предводителя. Боцман их посылал в разные точки зоны, одного на территорию заповедника для выяснения случившегося, второй должен был отправиться на затон и собрать как можно больше информации о предводителе шайки бандитов по кличке Чингис. Адепт Монолита мотивировал своих засланцев, сказав, что сталкер, идущий путем который выбрал для него великий, погиб при странных обстоятельствах. Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим козни врагов наших. Озари сиянием своим души тех, кто отдал жизнь в исполнение воли твоей. В один голос произнесли припавшие на одно колено бойцы. В бой, защитники Монолита! В бой! Отомстим! Запавших братьев наших! Напутствовал их адепт. Монолита!